Правительство определило перечни видов деятельности, которые разрешены для осуществления в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Они включают 127 и 87 пунктов соответственно. Действующие ИП, не вошедшие в списки, должны до конца 2025-го перерегистрироваться в коммерческую организацию в упрощённом порядке. Таких в Беларуси примерно 20 тысяч. С 6 июля с 9 до 12 часов Исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждения экономики, инвестиционной деятельности, предпринимательства, труда и заработной платы. Также разговор коснётся вопросов жилищно-коммунального хозяйства, контроля за исполнением документов и работы с обращением граждан и юридических лиц. В 83-м отдельном инженерно-аэродромном полку состоялось открытие первой смены спортивно-патриотического лагеря «Патриот». Уже 12 лет на базе воинской части собираются школьники со всего Бобруйска. Ребята будут постигать азы военного дела, посещать историко-памятные места страны, учиться слаженности и дисциплине. Практически каждый пятый белорус относится к категории молодёжь. Согласно подсчётам Белстата, на 1 января 2024 в республике насчитывалось свыше полутора миллиона людей в возрасте от 14 до 30 лет. Больше всего молодых проживает в столице Минской и Гомельской областях. К слову, в Синёкой на тысячу юношей приходится 962 девушки. Праздник Купальев Александрии пройдёт 6 июля. Гостей ждут выставки-ярмарки и специальный проект, посвящённый 30-летию Института президентства и многое другое. Главное событие вечера – галоконцерт с участием звёзд белорусской и российской эстрады, фейерверк и молодёжная дискотека до утра.